Мы вместе, мы сила. Девиз форума как нельзя лучше отражает его суть. Тосовцы – важнейшее связующее звено между властью и населением. И с каждым годом общественное движение на Кубани крепнет, а ряды неравнодушных к своему краю и родным городам людей полнятся. Мы действительно взаимодействуем, мы организовываем работу местного самоуправления, но в то же время мы очень и очень надеемся на улучшение, качественное улучшение этой работы. Кто нам помогает в организации обслуживающих мероприятия, я говорю о торговле, о проведении наших массовых мероприятий. И самое главное, что без вас мы не проведем ни одно воспитательное мероприятие по подготовке подрастающего поколения, которые слышат. Они берут с нас пример. В зале представители практически со всех городов и районов Кубани, а также представители Ялты. В республике Крым Тосы только формируются, поэтому и ялтинцы признаются, что их интересует практически все. Люди идут, люди хотят, мы это видим, общественность заинтересована в этом. А поучиться есть чему. В частности, в Анапе Тосовцы будут самыми активными избирателями и помощниками при организации голосования на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года. У них огромный инструмент – это информационное обеспечение, избирательные кампании, работа с населением. И у нас большая роль руководителям органов Тосовов вводится именно тому, чтобы активизировать население, преодолеть барьер пассивности, чтобы люди понимали значимость, для чего и почему они должны прийти на избирательные участки и отдать голос за тот или иного кандидата. Анапа передает привет Сочи. Представители делегации города подарили главе Анапы Сергею Сергееву памятный сувенир с изображением зимнего театра. А увезли – свежее впечатление. Первый раз я в Анапе. Мне город очень понравился. Очень чистый город, очень интересный город. Очень много частного сектора, как я вот вижу. Это своя специфика. Но судя по тому, как у вас здесь все аккуратненько, значит, надо будет поучиться, как вы успеваете. Любовь Шабунина занимает активную гражданскую позицию уже порядка 40 лет. Говорит, что при советской власти некоторые вопросы решала даже на уровне ЦК КПСС. Отмечает, что тогда на Кубани были богатые колхозы, а сегодня решать местные вопросы приходится самим. И ТОСы как раз и являются подходящими для этого инструментами. Как отметил глава Анапы, сегодня ТОСы – фундамент местного самоуправления.